Ишнуала, друзья! Как вы знаете, изумрудный сон – план реальности, изобилующий и процветающий жизнью. В этом мире защитники природы выращивают новое мировое древо Амирдрасил. И это мировое древо лишь одно из многих выросших за эти годы. Предлагаю сегодня окунуться в историю Варкрафта и изучить подробнее эти цветущие природные маяки, которые тесно связаны с аспектами драконов. Начнем после небольшой интеграции. Представляю вам WoW Cirrus, сервер с свободой выбора. Там вас ждут три фракции, любое сочетание расы и класса с системой созвездий, кастомные локации, рейды, поля боя и арены, система категорий и батл пасса, возможность поучаствовать в хардкор режиме на Realme X1 и новый PvP сезон с призывым фондом в 2 миллиона рублей. Переходи по ссылке в описании, вводи реферальный код и присоединяйся к тысячам других игроков. Одним из древнейших мировых древ является Нордрасил. Его наименование в переводе означает Корона Небес. Это древо было выращено более 10 тысяч лет назад, когда Алекстраза положила единственный желудь в недавно возрожденный колодец Вечности. Затем огромное древо было благословлено аспектами драконов. Алекстраза наделила его силой и жизненной стойкостью. Изера привязала древо и ночных эльфов к изумрудному сну. И самое главное, Наздорму благословил древо, чтобы даровать бессмертие расе ночных эльфов. Нордрасил и леса вокруг него станут главным местом жительства ночных эльфов на ближайшие 10 тысяч лет. До тех пор, пока не... произойдет массовое вторжение Пылающего Легиона, которое будет возглавлять Архимонд Осквернитель. Ночным эльфам пришлось объединиться с Ордой и Альянсом, чтобы попытаться защитить древо от безжалостного нападения плети и демонических сил. К сожалению, в конце битвы Архимонд добрался до священного древа. Повелитель демонов готовился к этому моменту в течение тысячелетий и довел свой навык травничества до 300, чтобы вырвать древо из земли и завладеть невероятной энергией Источника Вечности. Так было до тех пор, пока Малфурион не протрубил в рог Кенария и не разместил рейдовый маркер черепа на Архимонде. А затем он отправил всю свою рейдовую команду огоньков на него, которые впоследствии заюзали жажду крови и потратили все свои кулдауны. К сожалению, эта проверка на ДПС сильно повредила Нордрасил и разрушила чары аспектов драконов. Это означало, что ночные эльфы больше не были бессмертными. Было ознаменовано окончание Третьей войны и вскоре после этого Малфурион очень-очень долго дремал, пока не погрузился в изумрудный сон, где занимался своими всякими друидскими штучками. Тем временем в нашей реальности друидов ночных эльфов возглавил новый лидер Фендрелл Оленишлем, который хотел вырастить новое мировое древо, чтобы ночные эльфы могли вернуть себе бессмертие. Дело в том, что у Фендрелла действительно был не лучший послужной список, когда дело дошло до выращивания мировых древ. Видите ли, около четырех с половиной тысяч лет назад Фендрелл отправился в Нордскоп и обнаружил значительное количество саранит, распространенного по всему региону. Этот металл буквально являлся кровью древнего бога Йоксарона. Итак, без одобрения круга Кенария или Малфуриона, Фендрелл взял дело в свои руки. Он отломил ветви у Нордрасила и посадил их в седых холмах, создав новое мировое древо – Андросил, что в переводе означало «снежная корона». Это древо было посажено, чтобы остановить распространение саранита. И когда остальные друиды узнали, что новое древо было создано без их разрешения, они были, мягко сказать, расстроены. Но нельзя было отрицать, что план Фендрелла сработал, и тлетворная руда на какое-то время перестала распространять свое влияние в данной области. Спустя десятилетия огромные корни древа проросли в земле настолько, что коснулись тюрьмы Йоксарона. И поскольку Андросил не был благословлен аспектами драконов, то он был подвержен порче. И это искажение мирового древа было самым первым случаем влияния древних богов на изумрудный сон, что явило нам изумрудный кошмар. Круг Кенария понял, что нет способов спасти мировое древо, и им придется его срубить. Если бы они этого не сделали, то появилось бы что-то вроде Шеладрасила. Это мировое древо, которое растет в Вальшаре, и его наименование предположительно означает Корона Тени, так как оно было полностью испорчено кошмаром. Так вот, чтобы остановить распространение порчи, стражи срубили Андросила, оставили на его месте гигантский пень посреди седых холмов. Также древо было переименовано в Вордрасил, что стало означать Сломленная Корона. Итак, суть в том, что у Фендрала был не самый лучший послужной список, когда дело касалось выращивания огромных деревьев. Но каким-то образом ему удалось убедить круг древних на темных берегах, чтобы создать новое мировое древо и вернуть себе бессмертие. Древние и мудрые друиды объединились на острове у берегов Калимдора и направили свою друидическую энергию на выращивание нового огромного мирового древа, которое Калдорай смогли бы назвать своим домом. Настало время приступить к друидическому ритуалу. Ритуалу танца. Это новое мировое древо получило название Тельдрасил, что в переводе означало Корона Земли, и оно стало новым домом ночных эльфов. Но когда эльфы попросили у драконов их благословения, те сказали «нет». Вы знаете, Настурму даровал им бессмертие, изменив временные волны, что имело большое значение, и теперь они хотели, чтобы он сделал это снова. Повелитель времени посчитал, что эльфы были довольно высокомерны, попросив атаком. Несмотря на это, Тельдрасил по-прежнему оставался природным раем. Но через некоторое время Калдорай поняли, что с ним что-то не так. Внутри древа зрела порча, которая сводила с ума фурболгов и прочих существ. Привлекала сатиров и заставляла гигантских черепах и морских чудовищ выбираться на сушу темных берегов, в попытке спастись от безумия. Источник этой порчи – основная причина, почему низкоуровневые игроки ночных эльфов вынуждены убивать обезумевших животных, превращать сатиров в лягушек, а также блуждать в лабиринте, который представляет собой логово фурболгов. Я не сплю, я не сплю. Корень порчи не был обнаружен, пока Малфурион не проснулся и не начал свое расследование. Он обнаружил, что пока древо росло, повелитель кошмаров Ксави, притворяясь сыном Фендрала оленево шлема, тайно убедил его прикрепить к Тельдрасилу поврежденную ветку другого оскверненного древа. Малфурион обнаружит эту правду и очистит Тельдрасил от порчи, а затем бросит Фендрала в тюрьму под горой Хиджал. Не волнуйся, ты привыкнешь к этому. Фендрал немного свихнулся во время своего заключения, позже стал лидером развращенных друидов пламени во время дополнения катаклизм и потерпел поражение в рейде огненных просторов. Но помните о друидах пламени, они будут важны позже в нашем рассказе. Так вот, после того, как Тельдрасил был очищен от порчи, Алекстраза была впечатлена, что древо смогло продержаться так долго без благословения аспектов. А во время свадьбы Малфуриона Ярости Бури и Тиранды Шелест Ветра, Алекстраза и Езера наконец-то благословили древо. Благодаря чему Тельдрасил расцвел жизнью, и все они жили долго и счастливо. Ладно, ну не совсем так. Конечно, все мы знаем, что несколько лет спустя во время войны шипов мировое древо Тельдрасил было сожжено дотла Сильвана и ее армией Орды. И мы можем сказать спасибо королеве Банше за продолжение наследия злодеев Варкрафт, которые просто очень сильно ненавидят природу. Души ночных эльфов, потерявших свои жизни во время сожжения Тельдрасила, были перенаправлены прямо в проклятое царство Утробы в Темных Землях. В это время Тиранду переполняло чувство мести ночной воительницы, и она отправилась убивать всех и вся, чтобы спасти души своего народа. Позже в Шадоуленз Элуна и королева Зимы подарили Тиранде Слезу Сестер, которая была наполнена душами умерших ночных эльфов и послужила семенем для выращивания нового мирового древа – Амирдрасила. Затем это семя мирового древа будет отправлено на хранение в Изумрудный Сон, где оно сможет спокойно расти и впоследствии станет новым домом ночных эльфов на Азероте. Но, конечно же, это мир World of Warcraft, где спокойствие не может длиться долго. Итак, изначальное воплощение Феррак объединился с друидами пламени, чтобы уничтожить это новое мировое древо первобытным огнем, а затем сжечь дотла весь Азерот. Конечно, мы не могли этого допустить. Поэтому в патче 10.2 герои Азерота наконец-то смогли отправиться в таинственное царство Изумрудного Сна и не дали новому древу превратиться в пепел. И да, для этого героям понадобилось немного больше, чем несколько ведер воды, чтобы справиться с надвигающейся гибелью. Но в конце все были счастливы и эльфы обрели новый дом. А Азерот стала пробуждаться от воздействия Мирдрасил, что в будущем приведет нас к новому дополнению Война Внутри, что будет доступно для альфа-тестирования уже совсем скоро. Ставьте лайк и колокольчик, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующих выпусков. С вами был Лунный Монах и новое видео уже скоро. Субтитры подогнал «Симон»